Послушай, Янке посвятил, а? Моя жена... Хотите, чтобы Зинаида Андреевна проснулась? Да тихо вы! Ну, а ты чего тихо-то, а? Да это слушай до конца, а? Хоть и тебе-то этого не понять. Тебе Таракаша песни не посвящает. Выпили, идите в свою комнату и там развлекайтесь. Прекратите! Лучше бы работали, чем по ночам гуляли. А ты сама по ночам работай. Так, ну, перестаньте! Тише говорю, ну, не должна свекровь видеть вас в таком состоянии. Пожалуйста, идите в свою комнату. В никаком состоянии, кого я здесь не должна видеть. Мам, привет! И спокойной ночи. Иди. А у нас нет ужасов. Иди. Зинаида Андреевна, извините, что вас разбудили. Вы можете идти спать. То есть я еще в своем доме должна у тебя разрешение спрашивать, где мне ходить? И как я могла не проснуться, если ты тут так орала? Извините. Знаешь, свои детдомовские привычки всех перекрикивать, нужно забыть. Переучиваться надо как-то. Простите, что разбудили. Ладно я, ты бы про Аркашу бы хоть подумал, а? Он целый день за рулем. Ему выспаться надо. Крутиться, 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 чтобы деньги заработать. И из-за тебя, Рыжин, впрочем, институт бросил. Так что, можно сказать ему, жизнь испортила. Совесть надо иметь, Тоня! Я что-то тоже проснулась. Извини. Вадик, выпил лишнего. Пришлось убирать там. Тоня, я спать хочу. Можно все эти ваши разборки, уборки, но как-нибудь не ночь чувствую. ПЕСНЯ 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 Счастливого пути. Спасибо. Держи. Спасибо. Ты уже третья за сегодня. Ну да. Плохо спала сегодня ночью. Небось, опять свекрови помогала. Она даже спасибо не сказала. Да нет, не так. Вернее, я все делаю не так. Тоня, зачем ты это терпишь столько лет? Ну, это моя семья. Ну, это у него другой нет. Ну да. Простите, пожалуйста, простите. Прямо сейчас поезд отходит. Ну, куда ты трешь? Ну, простите, Винник, вы же ничего не опаздываете, поезд уходит. Вы всех скоро отходите. Извините, ради бога, ну, войдите в положение. Поезд отходит. Будьте любезны, завражен, сходи. Прямо сейчас. Паспорт. Пожалуйста, вот. Девушка, миленькая, ну, можно поскорее, но уйдет поезд. Да, да, Глеб Медведович. Что надо? Завис. Сейчас, секундочку, проблема в компьютере, извините. Что она говорит? Да в компьютере проблема. Надо уезжать, всегда проблема в компьютере. Так, секундочку, секундочку. СТОН. 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 Вот-вот-вот, я оплачу. Уже можно проводить, да? Да, пожалуйста. Все, готово? Спасибо вам. До свидания. Я готова уже с Аркашей отдельно снимать квартиру. Так я там всех раздражаю. Он не согласится. А его семейка тем более. Ай, точно. И денег не хватает. Сейчас все работают, чтобы погасить долг Владика. Ну, они, может, и работают, Тоня. А ты вкалываешь. Без выходных и без нормального отпуска. Да, мы одна семья. Это же мне семья. Конечно, прости, но со стороны виднее. Они на тебе ездят, а ты позволяешь это делать. Тонь, бросала бы ты своего Аркашу. Да чего, вдруг я люблю его, он меня любит. Как-то не очень уверенно звучит. Он маму свою любит больше, чем тебя. А себя больше, чем кого-либо. Вы Букву плохо учили? Или у вас с глазами плохо? Читайте внимательно. Берицкий и Вербицкий – это две разные фамилии. Из-за вас я не попал на свой поезд. Извините, наверное, клавиша запала. Наверное, в голове у вас что-то запало. Мне нужно было именно на этот поезд. Я могу компенсировать вам стоимость билета. Или поменять билет на другое время, но в этом направлении. Да не надо мне ничего компенсировать. Мне нужен был именно этот поезд. Глеб, надо брать такси, догонять поезд на следу. Ну, какое такси? Ну, что ты лезешь все время? Из-за той черепашьей скорости везде опоздали. Вам не стыдно так с отцом разговаривать? Вы вообще помолчите. Вы уже делов наделали. Я не буду молчать, когда так разговаривают с пожилыми людьми. Начальник вокзала где? Дмитрий Сергеевич, что тут за шум? Что случилось, сосед? Чего? Потом. Что, так взяли и уволили за ошибку в билете? Нет. За скандал на рабочем месте. Подожди, но скандал устроила не ты, а этот. Начальнику все равно слушать ничего не захотел. Уволена. Может, это и к лучшему. Тебе же, наверное, сейчас еще и дома влетит за то, что без работы осталось. Я бы тому... А ты все сделала правильно, я считаю. Кого мне теперь в напарницы поставят? Ну что, эй, ну это несправедливо. Увидимся. Ты виновата. Ты. Как ни крути. Из-за характера своего мерзкого. Он был не прав. Зачем нужно было заступаться за какого-то старикашку, если ты его с сыном, семейные дела, они и без тебя бы разобрались. А вот что теперь? А теперь она безработная. Мало того, что Вадик у всех на шее сидит, еще теперь и она. Зинаида Андреевна, не надо наговаривать. Я ни дня не просидела без работы. Я у себя дома и говорю, что хочу. Мам, ну не начинайте, Тоня. Я хочу напомнить. Для того, чтобы купить эту квартиру, была продана моя однокомнатная, выделенная государством. Напомнила? Довольна? Мам, чего? Да в висках стучит и как-то потемнело все. Давление, наверное. Аркаша, принеси тонометр. По мере им давления, если что, скорую вызову. Вот не надо скорую вызывать. Скорая уже замаялась сюда приезжать. Аркаша, вызови мне Надежду Алексеевну, а? Угу. Таблетки я могу вам дать. Да ты не врач. И вообще, Тонь, оставь меня в покое, а? Вот оставь меня в покое от этой своей опеки, когда тебя не просят. ТОНЕЦ Ой-ой-ой-ой. ТОНЕЦ 140 на 90. Ой, ты на тебя. Ну, бывало же и хуже. А то я не знаю, что ты мне сейчас скажешь. Что хандрить у меня повода нету, что сыновья у меня рядом, что стакан воды есть кому подать. Только все это Тонька делает. И дома вылизывает Тонька. А ты бы хотела, чтобы сыновья вокруг тебя бегали, да? Пусть лучше работают. Угу. Все у нас как надо. Вот только на душе кошки скребут. Ну, отчего кошки, Зина? Ну, отчего? Да как-то у моих ребят, ты знаешь, ну, жизнь не ладится. Вот, ну, я не могу сказать, что они счастливы. Ой, ну, каждая мама хочет, чтобы дети ее были счастливы, чтобы им было лучше. Вадик с женой в долгах. Уже и продавать нечего. Кредит взял на учебу. Не пойми у кого. О, Аркаша работа какая бестолковая. График тяжелый, а денег кот наплакал. Да вот еще и Тонька у нас теперь без работы. Ой, да ничего, как-то все уладится. Они молодые, здоровые. А Тонька-то твоя, я смотрю, со сноровкой девка, а? Ага, глядишь, она вас и вытащит. Со сноровкой? Да. Не со сноровкой она, а с гонором она. И с норовом. Господи, а уж такая чистюля, такая прям порядочная. Ты знаешь, аж зубы сводит. Вот дышать душно от ее заботы. Внучат бы тебе, вот это были бы заботы. Так бы все болячки пропали. Ой, не говори. А где этих внучат взять-то? Одна надежда на Анюту, что родит. А уж от Тони-то уже и не жду. Да, ну. Нашла время пыль тереть. Тоня, это уже на бзик какой-то похожий убирать все время. Держи, мам. Пей. Ну что, мама, как и обычно, всех нас переживет. В общем, я настаиваю, чтобы все близкие, все вы, а не только Тоня, уделяли внимание Зинаиде, учитывайте, пожалуйста, ее возраст, болезнь, настроение. Характер. Учитывая все факторы, берегите маму. И так по ниточке ходили. Теперь что, дышать по расписанию? Ань, рот прикрой. Теперь около мамы будем дежурить по очереди. Я, Вадик и ты. Это мы что, вместо работы? Вон Тоня пускай с ней сидит. А вот Тоня как раз и будет искать новую работу. У нее шансов больше, чем у тебя. Ты старшего не включай. Иди давай. Идем. Тоня, поскольку маму до приступа довела ты, на глаза ей не показывайся. Аркаш, ты сам все видел? Мне тоже. Вадик! Ты куда? Сегодня твоя очередь за мамой ухаживать. Моя? А-а-а. Не-не-не, никак. Слушай, ну не уходить надо, позарез. Мне же это, инженер позвонили. Да? Да. Ну, насчет академы моего, как мне там восстановиться, все дела. Слушай, ну кто-то, может, в семье должен иметь высшее образование? Ничего. А не ты. Даже не смотри на меня. У меня важная клиентка. Если я откажусь, у нас сразу же найдется другого мастера. Кто-то же должен в нашей семье зарабатывать. Да кто-то начинается. То есть Аркаша придется второй день подряд отгул. Здравствуйте, я по поводу объявления. Насчет работы, да. Мамочка, что? Что, мам, давление? Сейчас, сейчас, подожди. Давай. Спасибо. Тоня? Тонь! Что здесь? Я таблетку ей дал, я не знаю. Какую? Она подавилась, она не знаю, какую. Мам. Сталин! Кашляем. Еще. Вот. Спокойно. Аркадьша, скорую вызывай. Ага. Быстро. Хорошо. Все. Спокойно. Отдышите. Все хорошо. Спокойно. Все. Вдох. И выдох. Госпитализировать Зинаиду Андреевну нет необходимости. Все обошлось, спасибо вашим грамотным действиям. Скажите, где вы обучились приему Геймлиха? Вы врач? Я три года в медучилище училась. Вышла замуж, пришлось бросить учебу. Что так? Муж настоял. Уверял, сделаю карьеру на железной дороге. Ну и сделали? От уборщицы вагонов и проводницы до билетного кассира. В общем, я ищу работу. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего вам доброго. Тонечка, Тонечка, спасибо тебе. Если бы не ты. Ну что вы, Зинаида Андреевна? Тоня, я бы очень хотела, чтобы ты со мной сидела, а Аркаша пусть работает. Да вы не волнуйтесь. Конечно, я с вами посижу. Тоня, прости меня. Я бываю резковата, я... Я... Тоже бываю. Главное, чтобы вы были здоровы. Тоня, прости меня. Моей маме сорок лет было, когда она решила меня родить. У нее был порок сердца. Врачи честно ей сказали, она умрет, если не в родах, так... потом, быстро. Она все равно меня родила. Ты раньше не рассказывала? Да. Мы с ней семь лет прожили. Я знала название всех таблеток. Куда звонить? Что делать, если начнется приступ? В тот день все равно ничем помочь не смогла. Мы вместе это сердце шили с ней. Она сказала, когда уйдет ее, сердце все равно останется со мной. Я так теперь тебя понимаю. Страшно, когда твоя мама прямо у тебя на глазах. Когда твоя мама станет лучше, я начну искать работу. То есть ты что-то福. ГОВОРИТ НА ИНОВАДЯ Я знаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, пчелка вернулась. Как Зинаида Андреевна? Огурцом уже. Чего ей? Аркашка в рейс ушел. И я трудиться уже соберусь. Вадик, как? Слушай, я не знаю, поносили на него все вот эти не очень хорошие люди с возвращением долга. Я очень за него боюсь. Ну, не знаю, частями как-то будем отдавать, что ли. Ну, вот сейчас по всем частникам пойду. Кому стрижку, кому укладку сделать. Ну, хоть что-то насобирать. Держи. Потом отгодите. А, кстати, смотри, вот Аркаша притащил альбом, а я его забрала. Девчонкам показывала стрижки девяностых. Это же ты? Да, я. А это мама твоя? Да, мама. Ну, что, красивая? Хотя, ты знаешь, я бы не рискнула рожать, зная, что быстро умрешь, и ребенок сиротой останется. Слушай, я не понимаю, а как? Да, Аркаша тебе вот так. Почему он без спроса? Да ладно тебе, родные люди. Скажи, а ты долго в детдоме жила? Да, совершеннолетие. Все ждала, когда заберут. Желающих не оказалось. Ну, чего ты? Зато тебя сюда усыновили. Ну, и людочерили. Тоня, привет. Анюта, опять мусор в ней выбросила? Да, я забыла, сейчас вынесу. На. Твой? Сверху лежал. Нет, мой. Отрицательный, к счастью. Ну, почему же к счастью? Значит, умру, не понянчив внуков. Вот уж счастье. Ну, я не так хотела сказать. Я имела в виду, что мы с Вадиком пока детей не планируем. Я не понимаю, зачем плодить нищету? Не говори глупости. Бог даст ребенка, даст и на ребенка. Я, можно сказать, на волосок от смерти была. Поэтому вот сейчас очень хочется дожить до рождения внуков. Так что не тяните уж, пожалуйста, с этим, а? Обалдеть-ка, у нас тактичная свекровь. Она скоро в кровать к нам залезет. Процесс контролировать. Рожай, Анюта. Дети – это счастье. Тоня, какие дети? Вадику нужно долги отдать и университет закончить. Пусть хоть и в 30 лет. Это вы с Аркашей должны рожать первыми. Закрыли тему, все. А я не понимаю, что ты на себя крест ставишь? И рожай ты в 40 и в 45. Ой, прости. Тонь, тебе нельзя, да? Как и мама твоя нельзя? Я не хотела. Тонь, посылайся. Ну вот, тебе кровь хочется, чтобы Анюта во внуков ей нарожала. А я так, уборщица, прачка-сиделка. Ну, никак не женщина. Скажи ей правду. Какую? Что ее сын убедил меня сделать аборт, а мне в 20 лет мозгов не хватило? Это его вина. Моя тоже. Я так хотела к ним в семью попасть, в дом, которого у меня никогда не было. Будто попала. Ну, свекровь тебе должна спасибо говорить, ты ей жизнь спасла. Ну, ты же в чем-то права. Ой, ты так хочешь ребенка. Хочу, конечно. И боюсь, вдруг получится все, как с моей мамой. Ну, хочу больше. Я уже обследование сделала, вроде все нормально. Так, может, дело в Аркаше. Он хочет детей? Он энтузиазмом не горит. Ой, Тоня, вся эта семейка, а то твои дети. Ну, давай о чем-то веселом поговорим, уже хватит. Ну, давай. Я, кажется, влюбилась. В кого? Транзитный пассажир. Море харизмы и ноль перспектив. Уехал. Привет, Тружин. Что, зачет профессору не сдал? Ага. Мне не смешно, между прочим. Если денег пришел просить, не дам. Ну, Каш, ну, что ты в самом деле, а? Меня умеешь, как предупреждать, чтобы долг скорее отдал? А я тебя еще когда предупреждал? Ты думаешь, я не знаю, в каких ты университетах учишься и где ты все деньги проигрываешь? Знаю, а молчу только, потому что мне, мать, жалко. Все, скажи, а тебе мало, что Тонька моя тебе деньгами помогает? Все, больше не получишь ни копейки. Лавочка закрылась. А в Заврашинске как дела? Тонька знает, кому ты туда в командировке ездишь? Нет? Так, может, я это расскажу? Ну, Рукаш, ну, будь ты человеком, помоги брату, а? Ну, что ты? Саш, кто на вас напал? Хорошо, что Дина Ида Андреевна этого не видит. Вадик, ты хоть скажи, кто избил вас? Ну, я, конечно, сам расскажет. Кто напал, а почему? Может, полицию нужно сообщить? Не нужно. Это из-за твоих долгов, да? Долги. Долги, между прочим, не только денежные бывают. Есть еще долг перед семьей, женой, да? Рот прикрой свой. Ой, подержи. Аркаш, мне нужно идти, еще одну работу предлагают. Вы уверены, что не хотите в полицию сообщить? Уверены. Антонин! Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы? Слава богу, я вас нашел. И вы меня искали. Зачем? Хотел извиниться за тот случай на вокзале. Приехал сегодня туда, узнал, что вас уволили. Вот адрес взял начальника вокзала. Зачем? Я... Ну, по сути, уволили вас из-за меня, вот хотел как-то компенсировать. Возьмите, пожалуйста. Спасибо, мне ничего не нужно. Подождите, Тоня. Но ведь это мы с сыном виноваты, что вас уволили. Пожалуйста, возьмите. Простите, мне нужно идти. Обед готов, лекарства не забудьте принять. Я поздно буду, начать работать. Мужчина! Мужчина, а по какому вопросу вы к Тоне обращались? А вы ее знаете? Хозяйка склада моя подруга очень палила тебя, сказала, что ты исполнительная, выстрая. Спасибо большое. Только я бы не хотела бросать эту работу. Ну, если тебе удастся совмещать, пожалуйста. Да, есть одно очень важное условие, ни в коем случае нельзя одолжевать что-либо покупателям. Поняла? Категорически. Да, я поняла, Инна Юрьевна. Можно просто Инна. Ты им деньги отдал? Все отдал? Что не сказали? Аркаш, да не орите. Я хочу понять, какой остаток долго не назвали. Ладно. Где Аркаш? Вы про деньги говорили? Слушай, ну если я сама все поняла, зачем спрашиваешь, а? Какие деньги он отдал? А тут старикаш Катин очень вовремя нарисовался. Со своими извинениями. Какой старика? Подожди, вы у него взяли? Тоня, вот ты опять кричишь. Этот мужчина, Дмитрий Сергеевич, пришел сюда, принес деньги, я взяла. В чем проблема? Вы правда не понимаете? Повторяю, он сам предложил деньги, глупо было их не взять. ты из-за него работы лишилась. Он их мне принес, они вам. А мы, значит, не одна семья. Вот Вадику они сейчас важнее. Да дело не в этом. Я бы их ни за что в жизни не взяла. Их нужно вернуть и срочно. делайте. Что хотите. Мам, ну... Ты на что-то устроила, а? Деньги уже воду, них назад не вернуть. Это тоже странно. Ну, больше думаешь о каком-то чужом деде, чем о своем, близких. Я не думаю о близких. Больше ко мне по поводу денег даже не обращайся. Во как, да? Мам! Аркаш! Ты что сделала? Меня даже не спросил, отдал чужие деньги. Да как ты мог? Они даже не мои, ты понимаешь это? Не ори, достала! Что значит достала? Да все меня достало. Вадик этот урод. Понабирал кредитов, якобы, для учебы, а сам все проиграл. В смысле проиграл? Да вот так! Вадик игрок! Мамаша эта со своими закидонами. Чуть что не так, так сразу умирать. Ты, Доня, я не понимаю, то ли ты дура, то ли наивная такая, то ли слепая. Если за все это время про Вадика так и не поняла. Семьей нашей дорожишь, а мы просто соседи, живущие в одной квартире. Аркаш, ты просто устал, расстроился? Да. Да, Антоний, я устал. Я от тебя устал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тоня, смотреть на тебя больно, как будто умер кто. Ну, может, и так. Прости. Ну, может, Аркаша с горяча рассказал, ты под руку попала. Лид, наживаться на пожилом человеке, ну, это свинство какое-то. Я ему все верну, до копейки. Много там? На зарплату. Я могу что-то дать. Только я верну все. Хорошо, это будет в долг. Мне просто очень жалко его. Да, сыном ему не повезло, конечно. Я даже не представляю, где его искать. Ты можешь у начальника вокзала узнать? Если он сюда приходил, может, какие-то данные остались? Хорошо, я узнаю. Слушай, а ты, долго еще собираешься этим с утра пять? Мое терпение тоже небезграничное. Тем более, муж четко дал понять, что у нас не семья, а так теперь. Видимость. Так так и есть. А что ты предлагаешь? Одной остаться? Да. Мне до сих пор в кошмарах снится, что я одна. Я всю жизнь одна, Лида. Всю жизнь одна, понимаешь? Пошли. 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 Тетя, отпусти. Мы голодные. Мы из детдома. Папки, мамки нет. Кормят плохо. Давай-давай, сейчас расскажешь мне, из какого вы детдома. Пошли. Ну, ешьте. Давайте, рассказывайте. Это в каком детдоме так плохо кормят, что воровать приходится? Давайте, адрес, номер. Знаю я эти фокусы. Приключений захотелось? Извините нас, пожалуйста. Я вам не судья. Сами думать должны. Мамы, папы нет. Это не повод ныть и воровство оправдывать. Я сама выросла в детдоме. Знаю, что такое безысходность. Только от вас зависит, людьми станете или нет. А сейчас у вас все хорошо? Есть дом, семья? Все хорошо. Есть и дом, и семья. Обещайте мне больше, так делать не будете. Обещайте. 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 Я получила первую зарплату в магазине. Вместе с суммой, которую ты даешь, наберется, чтобы отдать Дмитрию Сергеевичу. Да, только найти Дмитрия Сергеевича не так-то и просто. Начальник уперся, говорит, ничего про него не знаю. Так что и тебе идти к нему нет смысла никакого. Я помню фамилию сына. Вербицкий. Глеб Вербицкий. Ну, значит, надо искать Дмитрия Сергеевича Вербицкого лет семидесяти или около того. А еще помню зарегистрированного в Завражинске. Сын. Да, но дед тогда никуда не уезжал. И женщина какая-то назвала его соседом, так что... Ну, получается, его здесь надо искать. И фамилии у них могут быть разные. Тонь, найдем мы твоего Дмитрия Сергеевича. Не переживай. Девушки, можно как-нибудь поскорее? Я пойду. Давай. У меня билетик. Пербицких нет. Значит, будем искать среди Дмитрия Сергеевича. Значит, да. Так мы не успеем. Да успеем, не успеем. Тоша, привет! Ты спешишь? Слушай, здесь полчасика. Идем, я с тебя человека сделаю. Идем. Подожди. Это благодарность тебе за все, что ты делаешь для нас с Вадиком. Аркашке точно понравится. Так, как будто в кабаке я собралась выступать. Кромнее надо быть. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Простите, как вас зовут? Тоня. Антония, ты будьте любезны, дайте мне вот эту коробочку. Пожалуйста. Нет, это то, что ближе к стеночке стоит. Держите. Тонь, мешки в подсобку отнеси. Может быть, вам помочь? Может, Томыч? Спасибо. Я помогу. До свидания, Антонина. До свидания. Ты до какого свидания? Кто это? Просто покупатель. А ты что здесь делаешь? Соскучился? Может. У меня до конца смены еще два часа. Размалевалась. Времени даром не теряешь. Мужики, как в мухе. На мед тут, я смотрю. Аркаш, я не понимаю, что за глупая ревность? Что? Ну, я не пришел, чтобы тебя домой проводить. Вдруг украдут такую красоту. Я же говорю, до конца смены еще два часа. Решим проблему, решим. Я тихо извиняюсь. Меня к вам просьба. Давай, уходи. Было хорошо, Наташа. Так, Дмитриев, Сергеевичей, пенсионеров в городе восемь штук. Ну, согласись, вдвоем веселее. Это точно. Так, и того, что мы имеем? Лыжи, Дмитрия и Сергеевича в количестве трех штук. Да. Первый принял нас за мошенница. Чуть не спустил с лестницы. Второму, Дмитрию Сергеевичу, к сожалению, не нашему, мы помогли выгулять собаку. Да, а третий напоил нас чаем с плюшкой. Такими же древними, как и он сам. Подруга, прости, но мне пора. Да, мне тоже на работу пора. Спасибо тебе. Не за что. Пока. Здравствуйте, Антонина. Тоня, привет. Классно выглядишь. Дай мне водки. Нет. За этим пришел? А, нет, только. Должишь немного. Чуть-чуть. Опять проиграл? Ну, допустим. Помоги, а. Мне за этих денег угробить могут. Последний раз. Ну, немножко. А чего ты сюда пришел? У тебя жена твоя есть. Я на банк похожа. Даня, я буду только рада, если меня не станет. Ну, помоги, пожалуйста. Ну, будь ты человеком. Нет. Одоела. Уходи отсюда. А водки дашь? На. Святая прям такая. Правильно. Жалко, вот только ты. Аркаша не нужна. Ты у нее при случае спроси, кто такая Наташа. Даша. Тоня, алкашей гони отсюда. Что ты здесь делаешь? Валь, я отсюда прийду. Тонь, зачем он приходил? За выпивку. А что у тебя с лицом? Вадик что-то наплел. Денег просил. Я надеюсь, у тебя хватило ума, ему не одолжили. Тоня, а что ты молчишь, как курица? Эй, повежливай с девушкой. А ты кто такой? Так, Аркаша, отойди. А я тебя здесь уже не... Защитника себе нашла, да? Прекрати, ну что за ревность? А ты у меня спроси. Да спрошу, конечно. Аркаша, остановитесь! Господи, прекратите! Да прекратите! Тоня! Костенко, что это такое? Ладно, я стерпела, когда ты кормила всяких ободранцев в подсобке. Что? У меня везде видеокамеры, я все знаю. Ладно, я стерпела, когда ты вся разукрашенная пришла на работу, как публичная девка. Но драка-то уж слишком была. Все, умолена. Пошла вон отсюда! Кобелей своих отсюда забрала! Эй, полегче! Что? Я не кобель. Я инспектор. Контроль продажи алкоголя несовершеннолетнего. Ой, господи, простите, ради бога, когда такое неудобно получилось. Да? Пройдемте ко мне в кабинет. Пройдемте, пройдемте. Ой, Лида, у нас весело. Аркаша боится, что его привлекут за избиение инспектора. Свекровь дома с давлением, Бадик прячется. А я ищу Дмитрия Сергеевича. Вот, последний адрес остался. Да нет, все нормально. Ой, спасибо вам. Лида, я тебе позже перезвоню. Всего доброго. Дмитрий Сергеевич, наконец-то. Наконец-то я вас нашла. Ну, слава богу. Субтитры сделал DimaTorzok